Добрый день. Огромная благодарность всем присутствующим, что обратили внимание на те протестные движения, которые мы представляем по нашему городу Кривому Рогу. Добрый день. Мы говорили уже ранее, что наше протестное движение по городу Кривому Рогу в связи с тем, что мы не были услышаны центральными органами власти, переносится в город Киев. Наш сегодняшний протест, в частности, был под генпрокуратурой и связан именно с тем, что, как мы все знаем из средств массовой информации, на возназначенный генеральный прокурор господин Шокин после того, как оппозиционный блок в какой-то, наверное, требовательной форме обратился к нему, чтобы он разобрался с протестующими города Кривого Рога, которых обвинили, что это радикалы, что это наркоманы и тому подобные сомнительные личности. И после этого генеральный прокурор, как мы видели из средств массовой информации, а именно канал Интер, объявил о том, что он разберется. Мы не стали дожидаться этого и сами приехали под стены генеральной прокуратуры непосредственно к генеральному прокурору, для того, чтобы, если у него есть к нам какие-то вопросы относительно нашего Криворожского протеста, мы готовы были дать на них ответы и, в свою очередь, задать ему вопросы по бездеятельности прокуратуры, в частности, злодейских всех преступных действий в городе Кривом Роге, семьей Вилкулов, Ахметовым, всех тех действий, которые поставили фактически город Кривой Рог на колени, ну и, собственно говоря, вывели на улицы протестующих людей, которые в какой-то момент, желая получить ответы от прячущихся от них депутатов и руководителей города, позволили себе зайти в здание городского совета и некоторое время продолжали уже внутри свою протестную акцию. Хотелось бы сакцентировать внимание еще на том, что наши криворожские власти уже опустились до того, что кроме просто угроз физической расправы, они уже переходят к делу, и ярким примером есть события, не так давно обозначившие себя. Хотелось бы передать по этому вопросу слово Ирине Львовне, Туровской, она более подробно об этом скажет. События, о которых упомянул Влад, это, скажем так, нападение на меня. Это произошло 13 февраля, в пятницу, возле дома, где я сейчас временно проживаю со своим мужем, на меня напал незнакомый человек, молча, без слов, стал избивать меня руками. Что было потом, я, в общем-то, не помню, видимо, была потеря сознания, но проходило это в такой форме демонстративной, что мне было понятно, меня не хотят убить, мне не хотят нанести какие-то увечья, меня не хотят ограбить, меня предупреждают, бойся. Единственное, что могу сказать на это, мы выбрали свой путь, путь, по которому мы идём, приняли для себя решение, для чего мы делаем это, для чего нам это надо. И, наверное, сойти с этого пути ещё в самом начале, это, наверное, малодушие, и это, надеюсь, не для нас. Хочу добавить по поводу сегодняшней акции возле Генпрокуратуры, добавить Владислава, было несколько непонятно, почему для того, чтобы чиновник, которому мы с вами платим деньги, снизошёл до разговора со своим работодателем, необходимы какие-то действия. Но, тем не менее, разговор состоялся. И хочу сказать о том, что требование к криворожану не смена какая-то досрочной власти, в чём нас обвиняют. Наше требование очень простое. Мы хотим, чтобы в Кривой Рог приехала независимая комиссия, комиссия, инициированная прокуратурой, провела независимый аудит деятельности нашей власти во главе с господином Вилкулом. Я думаю, если будет положено такое начало Генеральной прокуратуры, всё остальное сложится само собой. Да. И хотелось бы добавить ещё вот какую вещь, а точнее пояснение. Вот, вообще-то, наш приезд в Киев был анонсирован на вторник этой недели, и он не случился, этого не произошло. А пояснение, почему это так сложились обстоятельства, ну, очень простое. Буквально за полтора часа до анонсированного выезда протестующих людей из города Кривого Рога, которые должны были выезжать двумя автобусами большой вместимости, произошла такая ситуация. В одном из автобусов были пробиты колёса, он был облит бензином, и под угрозами расправы, уничтожения транспортных средств, водителя, испугавшись, просто отказались съехать, мотивируя тем, что они хотят ещё в этом городе жить и кое-как работать. Вот, собственно говоря, из-за этого была перенесена наша поездка в Киев, она уже была реализована при помощи железнодорожного транспорта, с которым, наверное, сложнее бороться и сложнее ставить препятствия на пути протестующих к Киеву. По сегодняшнему нашему мероприятию хотелось бы, опять же, немножко повторяя слова Ирины Львовны сказать о том, что формат того, что власти говорят с людьми только когда видят решительные действия, он не исчез. Прошёл год. Сегодня под стенами Генеральной прокуратуры милиция, которая защищала прокуратуру, неоднократно нам говорила о том, что сегодня же очень большой памятный день погибших на Майдане. Прикрываясь этим святым именем, они пытались сказать нам о том, что наш протест не ко времени. Мы говорим обратное. Очень даже ко времени. И сегодняшняя памятная дата тех трагических событий должна быть напоминанием того, что люди отдали свои жизни, свои жизни для возможности, для нашей возможности, живущих в Украине людей, что-то изменить. Изменить к лучшему. И как мы видим, реалии сегодняшних дней, в особенности-то ничего не поменялось. Проблема появления Майдана это проблемы на местах, которые душили и уничтожали людей. Прошел год. А на местах осталось все точно так же, как и было. Те же самые ставленники Януковича, партии регионов, точно так же продолжают править. И править уже в формате того, что не гнушаются ничем. Несмотря на войну, все сводится к тому, что это как пир среди чумы. Когда, несмотря на понижение экономического состояния каждого гражданина нашей Украины, тратятся сотни миллионов на совсем ненужные вещи. Тратятся огромные суммы на то, что совершенно не первостепенно. И этому есть пример. И пример города Кривого Рога и его бюджета, который принят на 15-й год. На сегодняшний день ничего не изменилось. Олигархат как правил, так и правит. По Кривому Рогу ситуация по налоговым многомиллиардным льготам для предприятий Рината Ахметова как были, так и есть. Прокуратура почему-то этого не видит, не слышит. Она только видит тогда, когда, вот как пример, люди протестующие зашли в здание городского совета, сразу же это инкриминируется как захват здания. Давайте проводить опросы, допросы, предъявлять подозрения в совершении этого преступления. Только тогда, оказывается, прокуратура работает. Так что ж тогда поменялось и в сегодняшний памятный день хочется сказать, а за что люди отдали свои жизни? За то, чтобы все оставалось так, как есть? Ну, Кривой Рог будет, как говорят, Кривой Рог первый во всем, но, наверное, он будет первым и в этом, что мы не позволим так, чтобы продолжалось дальше, как минимум, в нашем городе. И тот протест, который мы анонсировали, что он переносится под стены Генеральной прокуратуры и Администрации президента, вот мы сейчас после диалога с прокуратурой, после того, как люди начали уже более решительно заходить и требовать встречи с Генеральным прокурором и только тогда, спустя полтора или два часа, снизошел один из замов Генерального прокурора для диалога, ну, посмотрим, какое у этого будет решение и какие будут действия. И действительно ли это диалог был или просто возможность дать людям выпустить пар в надежде, что все забудется и все вернется на свои места и люди успокоятся. Следующая неделя покажет. Как мы знаем, на прошлой, позапрошлой неделе оппозиционный блок в лице Вилкула, Юрия, Александра Юрьевича, Рабиновича, депутата Верховного Совета нашего, максимально постарались через подконтрольные им средства массовой информации вылить как можно больше грязи на тех людей, которые были возле стен горы сполкома, обвиняя их во всех мыслимых и немыслимых грехах, говорят, что это криминалитет и тому подобное. К сожалению, учитывая то, что мы просто протестующая общественность города Кривого Рога, у нас нет подконтрольных нам средств массовой информации, у нас нет тех рычагов и нет того финансового ресурса, который противопоставили нашему протестному движению, то мы бы хотели официально обратиться к данным лицам, к Вилкулу Александру Юрьевичу и к товарищу Рабиновичу, который позволял нас обвинять в чем-то и мы бы хотели этим людям публично дать ответ. То есть, если у этих людей достаточно смелости и достаточно конкретики, о которой они так много говорили, мы готовы, используя любую информационную площадку для публичного обсуждения данного вопроса, потому что наше протестное криворужское движение, оно не остановится. Ему было положено начало, может мы перешли в какой-то другой формат, но наша борьба продолжается и наша борьба будет переходить в более решительное какое-то русло. И для того, чтобы действительно общественность, украинская общественность знала о происходящем в нашем городе Кривом Роге, вот и есть такой призыв к этим псевдопатриотам вынести на публичное обсуждение, используя любую, повторяю, информационную площадку, вынести на публичное обсуждение проблематику Кривого Рога. И мы готовы дать ответы на любые вопросы и задать им наши вопросы, на которые мы уверены, поэтому мы были сегодня в Генеральной прокуратуре, мы вернулись до Генерального прокурора, чтобы он каким-то методом повлиял на этих людей, которые действительно не видят ни одного злочина, который творится с семьей вилкулию. Вот опять же, возвращаясь к пояснению всего, что в принципе всего, что происходит у нас в стране, хотелось бы сделать, используя те возможности, которые у нас есть, конечно, хотелось бы сделать обращение к президенту Украины, вот с какой мыслью. что случилось с вашим предшественником? Опять же таки, все проблемы и шли на местах. Коррупция, поборы, беспредел в судах, ничего не поменялось на сегодняшний день, ничего, все так, как было, так и есть. К чему это привело? 13-е и начало 14-го года очень хорошо показали, как все может, как события могут развиваться дальше. Учитывая то, что Петр Алексеевич получил беспрецедентную поддержку на выборах на пост президента Украины, Петр Алексеевич, люди вас поддержали, Кривой Рог вас поддержал. Обратите внимание на Кривой Рог, поверьте, там не радикалы, там не криминалитет, о котором так много говорит Вилкул и Рабинович, там обычные труженики, которые просто поставлены на колени и работают, ну буквально за пайку, получая не просто, люди живут как в аду, не зная, что их ждет дальше. Город, который обеспечивает более 10% формирования бюджета страны, мы уверены, он заслуживает гораздо большего. Люди, которые своим здоровьем, адским трудом добывают благо для нашего государства, обеспечивая очень многое, заслуживают большего. Так что, анонсированный нами протест под стенами Генеральной прокуратуры и администрации президента, он будет продолжен. мы берем буквально небольшую паузу для того, чтобы посмотреть, какая будет реакция центральных властей на происходящее в Кривом Роге, на те факты, которые мы уже полгода даже больше забрасываем в прокуратуры всех уровней. Мы посмотрим на результаты этого диалога, который сегодня был для нас анонсирован. если ничего не произойдет, вы говорили о том, что надо убрать протест с города Кривого Рога и Криворожский Майдан никому не нужен. Мы его убрали, мы его перенесем под стены Генеральной прокуратуры и администрации президента. Здесь, по крайней мере, в Киеве будет гораздо больше как минимум информационных возможностей для того, чтобы доносить ту позицию, которая вывела в Кривом Роге людей на улице. Я хотела бы по этому поводу добавить. Украина стремится к новой жизни. Украинцы хотят этого. Количество смертей за эту идею просто шокирует. Льется кровь украинцев и она не должна быть напрасной. И когда нам говорят подождите, этого нельзя делать, потому что идет война, мы хотим сказать, война идет потому, что украинцы хотят новой жизни. И если мы будем помогать воюющим, что мы делаем в Кривом Роге, но закрывать глаза на то, что делается за спиной, в тылу, когда грабятся граждане, которые отдают последние копейки на войну, это будет неправильно, потому что саботаж, именно саботаж. И есть внутри, внутренний враг, и есть то самое страшное, что грозит сейчас Украине. Поэтому Влад сказал, Кривой Рог поддержал Порошенко, выбрали больше 50% Кривой Рог отдал своих голосов Петру Алексеевичу, и мы ни в коем случае на данный момент не хотим критиковать действия президента. Мы просим только услышьте нас. Украина, услышь кривой рог. Мы хотим новых перемен, хотим реформ. И именно для этого враг внутренний должен быть нейтрализован. Вилкулы это внутренний враг всей Украины. Петр Алексеевич, услышьте кривой рог. Пожалуйста. Я також хотел бы звернуться до Петра Алексеевича. Я уже неоднократно звертался до нашего президента. Ну и зараз також хочу звернутися Петру Алексеевичу. Кривий Риг это Украина. И наши кривий рог. парни також защищают нашу Украину на востоке нашей Украины. Також выдают своё життя. И також мы хотим демократии, справедливости в нашем месте. Будь ласка, почуйте нас. Украина. 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 Хотелось также в очередной раз используя возможность сказать вот о чём. Ирина Львовна об этом тоже говорила неоднократно. Очень многие люди патриотически настроенные отдают свои жизни воюя с врагом на востоке. Воюя с агрессором. Да сколько ж ещё должно времени пройти для того, чтобы центральные власти во главе с президентом, с нашим президентом Украины поняли и увидели одну большую истину. Кривой рог это финансовая и политическая платформа оппозиционного блока тех, кто развязал войну. Фактически те миллиарды гривен, которые зарабатывают тяжелейшим трудом наш кривой рог ложатся в карманах металу. Эти средства, как многократно было доказано журналистами, идут на финансирование сепаратистских настроений на востоке. Сколько это будет продолжаться? Если эта мысль наконец-то будет услышана и наконец-то все поймут, что действительно с этого разобравшись с проблемами кривого рога можно положить реальное начало конца войны, то в этом будет толк. Потому что все наши намерения, все наши попытки пока не с конкретным успехом не увенчались. Наша борьба продолжается, но она не должна быть обособленной. Это не только наша проблема. Проблема кривого рога, это проблема всей Украины, это проблема финансирования войны. Когда эта мысль будет понята и когда будет дана правовая оценка всем тем злодействам, которые творятся у нас в городе Кривой Рог, тогда мы можем говорить о том, что тенденции в окончании войны какие-то уже видны. До этого говорить о том, что перемирие, мы о чем-то с кем-то договариваемся и тому подобное. Мы не смотрим и не принимаем во внимание серьезные и решающие вещи. Мы еще раз хотим сакцентировать. Кривой Рог это не проблема криворожан. Кривой Рог и все, что творится внутри, те безчинства местной влады, это проблема всей Украины. Почуйте нас, принимайте это за основу. Когда будет надана правовая оценка всем злодействиям, которые действовали у нас в городе, вопрос о начатке конца войны, оно решится само по себе. Но надо мать волю и понимать, что представленный товарищем Ахметовым бизнес у нашему Кривому Розе действительно платформой финансовой, которая не позволяет нашим бойцам вести на равных войну на сходе. Когда эта думка будет почута и взята до внимания, можно понимать, что этот поезд срушил с места. Если нет, то что мы бакуем? Какие намеры у центральных керевников нашей государы? Это не наша особистая борьба. Это борьба всей Украины. И это нужно понимать. Если нет вопросов, дякуем всем за внимание. Те думки, которые мы пытались донести от имени Криворезької до всей Украины, до центральных органов державной влады, будем вважать, что все, что зависит от нас, мы все сделали. Сейчас покажет, как мы были почуты, и как действительно цикаве виправление ситуации в Украине в целом нашим керевникам державы. Дякую. Слава Украина.